Снизить загруженность автобусов и трамваев, обновить состав, добавить новые маршруты. Работу городского общественного транспорта обсудили сегодня на заседании общественного совета при городском департаменте транспорта под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Особенно это актуально для тех, кто живет или работает в Куйбышевском и Красноглинском районы города. Многое было сделано в этой сфере, в том числе благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Но есть ряд нерешенных задач. Ввод в эксплуатацию станции метро театральная станет отправной точкой для комплексного изменения транспортной структуры в городе. Для стыковки городских и межмуниципальных маршрутов планируется формирование трех транспортно-пересадочных узлов – «Ягодная», «Пятилетка» и «Солидарность-Арена». Сейчас продумываются проекты по внедрению пересадочного билета для разовых поездок. Это позволит жителям добираться до места назначения быстрее. В часы пик автобусы самого протяженного 67-го маршрута едут с железнодорожного вокзала до конечной остановки в Крутых Ключах около двух часов. С появлением транспортно-пересадочных узлов и единого билета пассажиры в случае пробок смогут пересаживаться на другой транспорт в удобном для них месте, не теряя в деньгах. Прозвучали и другие предложения. «Договорились посмотреть возможность использования межинтервальных перевозок. Пригласим коммерсантов в определенный период времени работать на наших маршрутах. Поговорили по модернизации трамвайных путей на Новосадово. Конечно, это давно назрело, и мы будем этим заниматься». Руководитель департамента доложил и о наших перспективах, то, что мы уже делаем и то, что мы будем продолжать делать в 2023 году. Приобретение новых трамвайных вагонов. Спасибо за это правительство Самарской области, за поддержку. И, конечно, очень надеемся, что в следующем году у нас на линии будут и новые автобусы. Весной в трамвайно-троллейбусном управлении была проведена рекрутинговая кампания. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова заработная плата сотрудников ТТУ выросла. Введена единовременная выплата для вновь принимаемых водителей в размере 100 тысяч рублей. Эти меры позволили стабилизировать кадровую ситуацию. В результате удалось увеличить выпуск на линию трамваев и троллейбусов. В 2021 году в Самару поставлено 22 новых троллейбуса и 10 автобусов. За два года обновлено более половины подвижного состава Самарского метрополитена – 26 вагонов из 50. В ближайшей перспективе планируется приобретение 12 новых трамвайных вагонов и одного электробуса с двумя зарядными станциями. В городе три улицы с высокой нагрузкой – Московское шоссе, улица Гагарина и Новосадовая. Прозвучало предложение запустить короткие маршруты между ними. Пример уже есть. На сегодняшний день автобусы 272 маршрута курсируют от санатория Приво, расположенного на седьмой просеке, до станции метро Безымянка. Вот параллельно им из малонаселенных мест, чтобы вот эти коммерческие перевозчики подвозили к основным магистралям, где у нас работают достаточно хорошо общественные транспорты, чтобы граждане могли спокойно подъезжать. Несмотря на существенное снижение пассажиропотока в годы пандемии, в городе удалось сохранить все виды транспорта. Работают автобусные, трамвайные, троллейбусные маршруты и метро. Ежедневно на линию выходит свыше 1100 единиц подвижного состава. Члены Общественного совета предложили ряд возможностей и решений, которые необходимо обсуждать с экспертами и компетентными органами, в первую очередь с ГИБДД. Глава Самары Елена Лапушкина уверила, что все озвученные предложения будут тщательно проработаны. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.